Давление, головокружение и боль в ногах не позволяют Раисе Черной ездить в городскую больницу. Пройти всех врачей одновременно и недалеко от дома пенсионерке очень удобно. Мы пенсионеры, мы старенькие, на здоровье слабенькое, в город мне ездить. Я не могу, если поехала, значит все. Я даже не могла давление смерить. Я приезжаю оттуда, я падаю и все. Большое спасибо, я благодарна, довольна. Ну, молодцы, хорошо все организовано. Даже настроение проподнимается. И все такие улыбчивые, приветливые. 17 врачей обследовали жителей Станицы. Терапевты, неврологи, эндокринологи, лор-врач, кардиолог, офтальмолог. Детей принял педиатр и медицинский психолог. Хорошие, добрые, объясняют все, как должно быть. А какой врач тебе больше всего понравился? Ну, когда мне делали укол с глюкозой и у психолога. А чем тебе понравился? Ну, мне объясняли то, что когда я читаю книги, у меня лучше я начинаю объяснять себе. И то, что я должна больше читать и заниматься. Жители сдали экспресс-анализы, проверили уровень холестерина и глюкозы в крови, сделали УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ и проверили состояние сердца на кардиовизоре. Кардиовизор – аппарат, который скрининговый аппарат, который смотрим работу сердца, ритм. И на ранних стадиях, он хорош тем, что на ранних стадиях можно определить какие-то небольшие патологии только в самых начальных стадиях. То есть это очень хорошо для более молодого поколения, конечно, что не запустить какое-то заболевание, не допустить, предотвратить. Вот как бы такой аппарат у нас. Студентов медицинского колледжа задействовали в организации Дня здоровья. Евгений Панченко такой практике рад. Получил новые знания и опыт, посмотрел, как врачи проводят прием. В основном работаем с людьми, то есть регулируем очередя, помогаем врачам, то есть наблюдаем, учимся. Опять же, у нас сегодня здесь приехало 12 человек с колледжа и вся помощь на наших плечах. В рамках проведения Дня здоровья показали фильмы, призывающие отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. В День здоровья станичникам создали праздничное настроение. Работала ярмарка «Привоз». Жители могли приобрести полезные и качественные продукты местных производителей. Все сопутствовало праздничному настроению и хорошему проведению Дня здоровья. Мы работаем для нашего населения, для наших граждан. Поэтому все, что здесь делается, это делается для наших жителей Станицы Гостановской. Заместитель главы Людмила Мурашова посетила День здоровья, проверила организацию и ход мероприятия, поговорила с жителями. Высокая посещаемость Дней здоровья – следствие хорошей информированности населения и доказательства успешной работы организаторов. Все больше людей заинтересованы проверить состояние здоровья, выявить патологии на ранних стадиях и пройти лечение. Эстафету в проведении Дня здоровья принимает Приморский сельский округ. 22 ноября врачи проведут бесплатный прием в Цибанабалке.